всем привет с вами ультра и сегодня я покажу вам как построить ферму дерево которое во-первых не использует forestry а во вторых приносит просто нечеловеческое количество дерева ну как нечеловеческое около 10 стаков в час что вам потребуется рельсы улучшенные нажимные рельсы вот так затем менеджер груза замечу что это все вот стив скартс 2 нам потребуются такие железные панели вот панель сундука делается у так два бревна и 7 досок затем панельки обшиваются железом а дальше покажу пример боковых сундуков большая панель из четырех вот таких маленьких а огромная из 9 как блок дальше нам понадобится сундучный замок таких не железно-слитки камер получается их 8 штук дальше мы эти панельки обшиваем железом вот так вот получаем огромная железная панель большая железная панель дальше делаем динамические панели большие динамические панели понадобится он так менеджер груза дальше конструктор вагонеток 4 камня 3 железа и 2 вот таких вот штуки дальше угольный двигатель печка 2 поршни 5 железа простой лесоруб пяток вот таких вот лезвий железный слиток и вот такое ядро большая печатная плата и 8 саженцев неважно кстати каких в каком порядке делается большая плата вот так из двух маленьких вот такого стаффа обычный корпус просто железная вагонетка но с колесиками замечу что приделать колесики готовой вагонетке не выйдет боковые сундуки уже показывал а это для второй части туториала давайте кстати посмотрим что нам приносит фирма а фирма за минут 15 наверно уже наколотила два сфигом стака побочный продукт кстати яблоки и так давайте приступим к постройке ставим лучше нажимной рельс и делаем вот такие вот отводы неважно в какую сторону насколько блоков от этого зависит лишь размер фирма ну и соответственно ее производительность а больше от этого не зависит ничего ставим менеджер груза где вам угодно я поставлю вот здесь потому что здесь у меня фирмы и соответственно большой фирмы не сделал запоминаем цвет вот этого квадрата он важен ну а пока попробуем собрать вагонетку для этого нам понадобится и сборщик не отключу дождь сначала вкладываем корпус затем лесоруд боковые сундуки конструктор и угольный двигатель неважно в каком порядке это сделали жмем собрать ждем некоторое время и получаем модульную вагонетку ставим ее на пути неважно в какую сторону она будет смотреть это не важно дальше строим собственно фирм делаем размах требуемый именно вам и начинаем строить строим вот такое вот ответвление и дальше раз два три и пошли назад не доходя двух блоков поворачиваем опять три блока так что промежутки между линиями змеи были два блока так этот дом был лишним продолжаем строить вагонетка пока не едет дальнейшем она будет работать сама замечу что траву придется выкашивать везде где нужно проложить рельсы потому что иначе саженцы не будут сажаться там где это необходимо снова три блока сейчас будем закругляться собственно площадка для фарминга готова я уберу вот здесь траву на расстоянии один блок от фермы траву необходимо убрать бегите отсюда скоты так теперь что нам понадобится нам понадобится пара стаков саженцев вообще лучше взять три это идеально и стак угля ну я возьму тут тоже три и так начинаем настраивать менеджер груза мы помним что у нас там синий квадратик да проверяем здесь желтый там красный тут зеленый значит нам нужен синий в вагонетку щелкаем один раз появляется двигатель здесь следует пути после разгрузки менять не надо а здесь выбирается сторона здесь тоже выбираем синюю здесь находим сундук хранилище но и из вагонетки все менеджер настроен теперь начинаем укомлектовывать вагонетку укладываем уголь так вагонетка решил от меня сбежать поэтому идем ловим ее и продолжаем снаряжать кладем саженцы вот сюда замечу вот эта вот штуковина лесоруд она ломается можно и починить достаточно положить сюда алмаз и нажать на шкалу высаживайся картинка вот там уже работают две фермы а мы а мы пока приступим ко второй части нашего туториала я покажу вам как собрать всю эту лобду в одном месте итак отводим с любой стороны карго менеджера трубу и зумруб это важно ставим двигатели два это будет просто идеально поскольку лут не будет успевать вылезать куда надо я сделаю вот так теперь начинаем настройку нам понадобится яблоко и образец древесины переводим в режим не блокируется то есть режим белого списка труба будет доставать только то что указано в ее фильтре теперь дуб и яблоко нам не нужны проверяем настройку фильтра это черный список она будет доставать все кроме того что есть в фильтре но нам нужен белый список делаем вот такую хитрость я немного схитрю и заставлю таки вагонетку срубить дерево я по крайней мере пока покажу как она это вытворяет проблема вот в чем попробуй ты ее найди вот она пилит дерево она перевозит в своем хранилище ресурсы она сама топится лишними саженцами древесиной замечу что даже не стоит заморачиваться по поводу того что древесина попадает в слово для топлива вам на это просто будет наплевать потому как вот то что появилось двух ферм буквально за пять минут у нас нарисовалось еще два стака два стака за пять минут вы представьте это двадцать четыре стака в час я не хочу считать сколько это точно цифрами шестьдесят четыре на двадцать пять тысяча шестьсот согласитесь что тысяча шестьсот единиц древесины в час это очень даже вот машинка сама высаживает как ей надо а когда саженца кончится она просто полетит к мэр саженца у нее кончится еще не скоро поэтому она будет сажать до тех пор пока не и сдохнет груз сбрасывает только в одной точке это достоинство недостаток ферма занимает место гораздо больше чем мультиферма из форестри еще одно достоинство она намного производительнее мультифермы вот вагонетка подъезжает к разгрузке вот пошел лут яблоки в перемешку с древесиной получается один движок достает яблоки другую древесину вот за один заход она набирает практически три стака дерева а заход длится в среднем пять минут как раз учитывая время на срубание и все такое прочее наиболее выгодно выращивать дубы потому что только они могут расти стенкой то есть вот так то есть дальше вот так вот даже смотря на то что фермы высаживают их в шахматном порядке они все равно идут стеной березы так не могут тогда придется делать вот так чтобы они не росли стеной тропические деревья не увеличатся поэтому будет просто вот такая вот маленькая штучка а ели ну то же самое что и с березами по сути придется делать вот так с узкими переходами в один блок а здесь можно делать два блока тем более это экономит рельсы но единственное что она будет таки потреблять какое-то топливо хотя и топливо мне пришлось на моей памяти подложить только пару раз потому что после запуска она только один раз успевает потребует топлива и все дальше ей уже не до топлива она спокойно питается саженцами так 20 минут а у нас уже по моим прогнозам 8 стаков это будет даже больше чем я рассчитывал таким образом с трех ферм я смогу грести древесину лопатой но по крайней мере больше одной мне никогда не требовалось как вам не знаю всем спасибо за просмотр надеюсь что вам понравилось подписывайтесь ставьте пальцы вверх комментируйте ну а пока 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 пока